Малюшечка Ты озарила мою больную душу, я твой покой любою своей не нарушу. Наслаждайся просто этим днём, нашим днём с тобой вдвоём. И теперь маленький сосёточек для тебя. Я помню чудное мгновение, передо мной велась ты. Малюшечка моя родная, как гений чистой красоты. Всё. Итак, Малюш, на самом деле, сегодня весь день ты проводишь со мной. И как бы ты делаешь всё, что делаю я, получается. Я буду ходить по своим делам, по твоим делам. Мы, короче, везде прям, не разлее вода. Понимаешь? Что мне ручка? Только лёжи, у меня к тебе просьба. Какая просьба? Малюша, мы весь день вдвоём с тобой. Это верёвочка. Будет связывать нас сегодня весь день. Круто. Теперь всё, вставай. Вставай, Малюшечка. У нас реально сегодня ждёт великий день, великие дела. Просто весь день, 24 на 7 вместе. Понимаешь? Ты моя лопатулька. Только не надо, надо мной издеваться. Смотри всякую чушь. Проходи сюда. Правильно Андрюха вчера сказал. Вы наши сегодня такие, как маленькие кошечки, зверюшечки наши. Такие с нами везде будете на поводочке сегодня. Потому что вы же хотели от нас внимание. Мы будем давать полностью. Только не надо издеваться. Всё, хорошо, Малюшечка. Ладно. Всё, погнали. Всё, 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 день начался. Великий, а что, умыться надо? Да. Зачем? Пойдём. Умыться тебе нужно? Малюшечка. В душ, умыться. Реально? Да. Ну ты гонишь. Короче, смотри, Малюшка. Ну, спасибо. Я тебе здесь реально даю 10 минут. Как раз там быстренько соберёшься, все дела. И спускаемся вниз. Нам нужно позавтракать с тобой. Давай. Ты мне будешь готовить завтрак. Кость, ну серьёзно. Нет, серьёзно. Сегодня не только твои интересы. Серьёзно тебе говорю? Сегодня... А что, у тебя интерес под рыбом потусываться? Мы просто проводим сегодня вместе время. Ну, в смысле? Мне под рыб, да, мне не нравится. У меня там плохой воздух. У меня таким нельзя дышать. Постоишь там с кем-нибудь это? Нет, нифига. Лёш, через гриб. Нет. Компромисс. Нифига. И твои интересы, и мои интересы. Я тебе сказал, что нет. Сегодня есть... Что, только твои? Есть правда, сегодня под гриб мы не ходим. Лёш, узгомонись, пожалуйста. Ай, ну ты что делаешь? Что? Мне очень больно. Ну, нормально, Малюшечка. Не надо сейчас из-за своего гриба со мной ругаться. Я не ругаюсь с тобой из-за гриба. Просто, ну, и твои какие-то дела, и мои, Лёш. В смысле? Это не дела. Это дела. Я не буду соваться там хочу. Не, Малюша, тормози. Сюда, сюда, вверх. Лёш, компромисс. Мы не идём, под Гриб не идём. Компромисс. Мы под Гриб не идём. Компромисс. Братан. Мы под Гриб не идём. Да, мы сегодня проводим целый день вместе, но Лёша решил, что это будет только по его делам. Мы под Гриб не идём. Значит, подожди меня секундочку. Нет, я против категорически гриба. Нет. Нет, нет, нет. Мы отроём будем общаться, да? Я общаюсь с тобой, Малюшечка ляточка. Мы просто послушаем. Я тебя сразу предупредил с самого утра. Крошечка моя любимая. Ты мой дикий котенок. Пошли. Дикий ангел, давай. Ты знаешь, что я против вредных привычек, но ты это делаешь. Леш, слушай, я не думала. Что ты думала? Нет, я не думала, что у тебя будет такая реакция. У нас эта тема поднималась не раз. Ты прекрасно знаешь. Я тебе сейчас говорил, не порть день вот этим. Да чем? Ну ты знаешь, что у меня есть привычка. Ну ты знаешь. А ты знаешь, что мне это не нравится, Май? Леш, ну слушай, когда мы проводим день вместе, и у меня есть привычка. Мне не нравится, когда тебя воняет запахом. Мне не нравится это. Мне не нравится, когда девочка это делает. Сегодня, блин, просьба. День не походите. Вот скажи мне, пожалуйста, что если я не бросаю вредную привычку, любовь прошла или что? Знаешь, иногда лучше любовь засунуть в одно место, потому что тебя в этих отношениях не ставят ни во что. Леш, ты сейчас шутишь? Не надоело, Май. Ты шутишь? Не надоело. Ты все портишь. Леш, мне кажется, что ты сейчас нашел повод придраться, потому что ты со мной время не хотел проводить. У меня было с самого утра офигенное настроение. Офигенное. Ты хочешь что еще, чтобы я поняла, что тебя это так сильно задело? Я поняла. Нет. Иди. Давай попробуем весь день без грибка. Нет. Давай. Нет. Ты не хотел со мной время проводить, правильно? И просто нашел причину. Зная, что я от этого не откажусь. Ты сейчас готова отказаться от грибка? На день, да. Ну, а нам сюда. В смысле? Нам сюда давай. Нет. Все. Держи, ты выбирайся. Иди. Леш, ты же сам говорил, постепенно. А я тебе полгода об этом говорю. Постепенно прошло. За полгода можно было это решить. Даже больше, чем полгода я тебе говорю, но конкретные условия были где-то полгода назад. Я тебе говорила, что я не брошу. Что ты меня бросишь? Если я буду... Леш, постепенно. Да. Потому что ты не уважаешь меня, не слушаешь мои просьбы. Леш, ты есть... Я полгода назад, я полгода назад тебе сказал потихоньку бросай. Ну, ты этого не сделала. Лешу. Хочешь быть со мной? Бросай нафиг. Мне надоело это. Я так понимаю, что Леша и моя тоже расстались. Алексей, я так понимаю, ты бросил? Я всегда, ну, как бы я занимался спортом. Я всегда вел здоровый образ жизни. И сегодня у меня была такая к ней просьба не ходить под грипп. Угу. Там есть тоже определенные обстоятельства. Ну давай, просто, чтобы для всех было понятно. У мая есть вредная привычка, которая тебя не устраивает, и ты ее попросил сегодня не делать. Да. Мы уже много раз ругались по поводу этой вредной привычки. Я давал ей время потихоньку закончить, уже там полгода назад. Это просто уже наболевшее сегодня было. Наболевшее, что, по сути, получается, на маю, ну, мне крайне тяжело иметь какое-то влияние, потому что она со мной вечно спорит. Мне приходится, чтобы что-то ей доказать, чтобы она сделала какие-то выводы, тратить немеряно нервов. Ты специально меня провоцируешь. Мне надоело это состояние. Либо ты с этим завязываешь, мая, полностью. Со своими провокациями в мой адрес, с этими вредными привычками. Либо? Либо все. Я устал. Я не знаю, как с ней бороться. Это шантаж. Ну вот, в очередной раз. Пускай это будет шантаж. Сегодня целый день, я слышала. Я бы назвал это ультиматумом. Мне больше нравится это слово в данном случае. Тебе говорят. Либо так. Пускай. Либо так. Я против этого, пускай это будет ультиматумом. Я не знаю, какие слова подобрали. Леша, ты... Вы летели на остров с какой целью? С какой целью нас ведущих забрали? Да, блин, кайфовать, Леша, кайфовать. А ты сегодня скандал устроил? Почему ты это не делаешь? Ты скандал устроил. Я сюда приехал, было все отлично. Леша, я тебе вчера еще говорила. Мы прилетели сюда для того, чтобы кайфовать. Ты со мной не проводишь время. Отлично, начали проводить время вместе. Я приехал сюда. С другой стороны, то что дальше? У нас расставание или что? Я расставаться не хочу. Я считаю, что Леша, я думаю, тоже не хочет расставаться. Просто нужно вот этот момент проработать. Ты готова пойти на уступки Алексею? Я сегодня ему об этом сказала. Да, но знаешь что? После того, как я ему даже подошла и сказала, да, я готова бросить навсегда. Знаешь, что он искал? Мы все равно расстаемся. Нет, Витя там присутствовал. Знаешь, как это было? Я еще Витя сказала. Ну что? Я бросаюсь. Что теперь? Мы вместе с тобой или нет? Ты просто как демон в тебя вселился. Ты как ведьма себя вела. Реально, Майя. А я не думала, что я ведьма. Дело даже не в этой вредной привычке. Дело в том, что вы просто не хотите идти друг другу на уступки. И ты почему-то считаешь, что элементарная просьба твоего молодого человека – это значит прогнуться. Но я же Майя Донцова, я должна быть крутой. Эти мужики, а мы феминистки. Меня здесь прогнуть может только один человек. И это Купин. Он об этом прекрасно знает. И делает он это намеренно, словами о расставании. В смысле? Ты всегда кричишь о том, что меня не прогнуть. Какая я крутая! Никому не прогнуть. Вот, Майя, это то, о чем я говорил. Это то, о чем я тебе говорю. То, что для меня послушать любимого мужчину, для тебя это называется прогнуться. Майя мне сегодня сообщила, что ее бросили. Это правда или это эмоция? У меня к Майе есть огромные чувства, но столько, блин, сомнений и столько недовольств от наших отношений. Я даже не знаю, вот это… Я даже не знаю, что сказать. Ну, значит, ничего не говори. Я просто очень устал от постоянных ссор. Вот, я моментами не получаю удовольствия от того, что у нас происходит. У многих из вас есть одна отвратительная, вредная привычка. Это не слышать свою вторую половинку. Да-да. И не уступать своему любимому человеку. Да-да. А, по-моему, любовь – это дороже всего на свете. Продолжение следует...